всем привет привет вы на канале дневник натали сегодня друзья я хочу записать дневничок небольшой рецепт тортика наполеона каждый готовит по-своему каждой семье есть свои какие-то секретики нюансы честно скажу я этот тортик готовить буду второй раз я посмотрела тоже в ю тубе нашла хороший рецепт мне понравился я испекла и понравился тортик моей семье я хочу поделиться с вами этим рецептом он оказался совсем простым не таким сложным как я думала и так друзья я сначала покажу приготовление крема а затем уже приготовление самих коржей и формирование тортика оставайтесь со мной поддержите меня кто забыл подписаться подпишитесь обязательно мне будет очень приятно итак смотрим из чего я буду готовить крем я собираюсь приготовить очень вкусный заварной крем мне понадобится 700 миллилитров молока 200 грамм сахара 30 грамм крахмала 3 яйца пачечка ванильного сахара 10 грамм и 150 грамм сливочного масла и так смотрите как я буду готовить приступаем к нашему крему 3 яичка я уже убила нам нужно взбить яйца с сахаром с крахмалом и ванильным сахаром все это быстренько быстренько взбиваем я уже поставила подогревать на печку молоко нам нужно довести до кипения и всю эту смесь влить в молоко так взбиваем и вот смотрите наше молочко нагрелась очень хорошо и быстренько быстренько вливаем и вот так все нужно хорошо хорошо вымешать и мешаем не останавливаемся крем загустеет тогда уже будем отключать он очень вкусненько ароматно пахнет ванилькой смешаем и мешаем я приступаю готовить тесто на наш торт у меня просеянной муки 460 грамм я уже ее просеяла также замороженное сливочное масло вот 260 грамм нам понадобится ледяная вода 160 грамм у меня прям корочкой взялось в морозильнике и сюда я уже налила 15 грамм уксуса и сюда же воду я добавлю ну вот так вот третью часть чайной ложки соли прям вот сюда водичку и сейчас я на терочке на крупной быстренько быстренько натру масло вот так все обсыплю и оно очень легко и быстро натирается и сразу вот так вот в муке перемешиваем маслечко и все ну это крошечка соединиться смотрите как здорово получается у нас получится самый вкусный торт смотрите какая крошечка получилась и сейчас быстренько быстренько вливаем нашу ледяную водичку с солью и с уксусом и быстро быстро замешиваем тесто так она немножечко прилипает к рукам но это так и нужно вот смотрите я уже скатала вот такую колбаску разрежу ее на пополам аккуратненько и мне нужно с вот этой вот колбаски сделать 14 таких вот разделить на 14 частей нужно с одной вот этой долечки и с другой долечки точно также почему так много потому что я хочу сделать два маленьких тортика мне нужно а так рецепт это на один большой торт который будет весить наверно два килограмма может даже и два с половиной нужно будет потом попробовать взвесить вот так как мне нужно два тортика маленьких мы сделаем маленькие вот такие вот лепешечки я разделила на 14 частей вот такие они мне маленькие получились и вот так быстренько вскатываю шариком и складываем в судочек сейчас быстренько все перекопаю и закрою пленочкой и в морозилку на полчаса потом достанем все вам расскажу вот так у меня получилось вот столько накрутила я шариков и быстренько ставлю в холодильничек морозилку вернее вот так нагрыла пленочкой и через полчаса встретимся прошло полчаса я достала вот одну лепешечку и сейчас быстренько раскатаем тесто раскатывается очень тоненько сегодня я хочу идеально ровный тортик поэтому я сделаю вот так по обрезаю краешки а эти краешки потом запеку и будет нам на посыпочку вот так смотрите какой идеальный получается не забываем такое тесто нужно обязательно прокалывать какой он красивый правда чудо вот так и тоненько я готовлю этот торт второй раз в жизни и раньше разные медовики готовили бисквиты шоколадные там день-ночь ну больше такие сметанники что-то для меня казалось наполеон что-то такое сложное а потом я посмотрела так еще чуть-чуть еще чуть-чуть посмотрела я как люди готовят и думаю да нет вроде не сложно попробовала получилось моим мужичкам понравился тортик поэтому я решила еще попробовать еще раз так так ой все хорошо вот так и накалываем духовку я уже нагрела 200 градусов так все проткнули и я буду выпекать вот так сразу по две заготовочки нашего тортика и мне будет побыстрее пока мясо у меня там будет выпекаться я подготовлю еще две заготовочки чтобы это все было быстренько все наши заготовочки я испеку и включу тесто очень легко раскатывалось смотрите сколько получилось мне нужно два тортика и у меня вот получилось 14 слоев вот так вот будет я хотела чтобы они у меня были аккуратненькие и красивые поэтому я подрезала под размер под тарелочку и то что обрезала смотрите у меня осталось тесто я его вот так раскатала сейчас выпеку это будет для посыпки вот такой крем он уже остыл я уже добавила маслечко сейчас подготовлю посыпочку и буду оформлять смотрите какие у нас есть орешки это пищу и фундук мы так с мужем посоветовались и решили попробовать добавить в наш тортик не знаю мыли одним слоем или двумя слоями орешки очень вкусные я думаю тортик тортику это придаст свою изюминку ну вот как то так мы все подготовили вот так вот измельчили орешки и смотрите как я оформлю тортик совсем немножечко я нанесу нашего крема на тарелочку и вот так первый слой прилеплю кремик хороший получился и следующий слой и каждый слой нам нужно вот так вот аккуратненько придавить слышите немножечко он хрустит это не все хорошо ничего страшного я положила третий корж и наверное сейчас я посыплю этот слой орешками так так это будет вкуснотища так я думаю немножечко еще покапаем так я думаю немножечко еще покапаем и придавили вот так зафиксируем и продолжаем и вот так я весь тортик оформлю я обмазала два тортика и у меня остались вот такие коржуки для посыпки смотрите что буду делать просто пакет и вот так руками их просто поломаю здесь можете регулировать хотите помельче хотите крупнее как вам нравится посыпка я вот так средненькую люблю там получается и меленькая и крупненькая но на этом тортике красиво смотрится смотрите как оно получается если вот крупненькие можете немножечко поломать как хлопья получились как хлопья получились вот так сейчас я обсыплю сверху и по бокам перейду в порядок тарелочку от крема и покажу включусь вот так подставляю руку насыпаю и вот так приклеиваем их вот так вот так вот так вот так и так все-все-все сверху все свободное место все приклеим кремо у нас хорошо Все хватило. Даже пару ложечек осталось. Кремика. Вот так. И сейчас я точно так же сделаю второй. Вот такой тортик Наполеон у меня получился. Мы добавили с мужем туда орешки. Кешью и фундук. Вот такой шикарный, замечательный мини-наполеончик у меня получился. Я готовила его с большой-большой любовью для своего любимого мужа. Я очень старалась. Очень-очень переживала, чтобы он получился. Я надеюсь, все будет хорошо. Так как я его готовлю всего лишь второй раз. Первый раз я готовила сыну на день рождения один большой торт. Он тоже хорошо получился. Вот мужу два тортика. На этом я буду заканчивать запись в своем дневничке. Переворачиваю страничку. Светлое будущее завтра. Всем большое спасибо за поддержку, за комментарии, за классы. Подпишитесь. Вам это ничего не стоит. А для нас это очень приятно. Всем пока-пока. До завтра. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok